У нас мы выходим за рамки регламента, поэтому выходим на более макроскопический уровень и поговорим о возможностях магнитно-резнацной томографии в диагностике рака пристательной релизы, его визуализации и так далее. Это появится мой слайд о том, что мы имеем заинтересованности. Этот слайд демонстрирует повышающийся из года в год, здесь не очень хорошо видно, но нарастающий объем публикации по поводу использования именно магнитно-резнацной томографии в диагностике рака пристательной релизы, самую большую базу данных научных публикаций. Если завести эти ключевые слова, то мы увидим, что за последний год порядка 660 публикаций по поводу МРТ. Интерес достаточно высокий, всего больше 5000 слов. Говоря о магнитно-резнацной томографии в диагностике рака пристательной железы, следует, естественно, сразу возникает ассоциация о системе, которая предложена буквально несколько лет назад, чуть меньше 5 лет. Это первая публикация в 2011 год, это под эгидой Европейской ассоциации урологии. Была первая публикация, вторая публикация под эгидой Европейской ассоциации урогенитальной радиологии, где были сведены правила получения изображения при магнитно-резнацной томографии, правила интерпретации и некоторые другие правила, вот это клинические аспекты, технические требования, изложенные нормальной анатомией и так далее, принципы стадирования. Не будем останавливаться на нюансах и методике сканирования, о них, кто хочет, может ознакомиться, мы более подробно будем говорить это на секции лучевой диагностики в онкологии, будет секция посвящена урологическим проблемам, и в частности, кстати, на железе, она будет проходить завтра, пожалуйста, мы вас приглашаем. Да, мультипараметрическая МРТ, единственное, хочется сказать, что она на сегодняшний момент представляет собой несколько технологий сбора информации, это обязательность БОТ-2 взвешенных изображений, диффузионно-взвешенных изображений и оценка босклюризации методом динамического контрастирования. Магнитно-резнация спектроскопии на сегодняшний момент не включена в обязательный протокол сканирования. Различные ключевые аспекты интерпретации, я уже сказал, что основаны на трёх видах изображений, которые мы применяем. Диффузионно-взвешенные изображения, признанные на сегодняшний момент наиболее адекватной визуализацией клинически значимого рака, особенно для периферической зоны. Есть ограничения визуализации, объём опухолевого очага действительно влияет на вероятность его обнаружения при магнитно-резнацитомографии. Система интерпретации магнитно-резнацитомографии, об этом мы поговорим чуть подробнее дальше, основана на уверенности в виде 5 баллов врача-рентгенолога. Существует жёсткая система привязки к карте предстательной железы, которая рекомендована организациями в виде системы PIRATS, Prosthetic Imaging Radiology Assessive Diagnosis. Я представлю эту схему, которая, скорее всего, многими из вас уже используется. При ситуации, когда мы контролируем лечебный процесс, мы контролируем доминантный очаг и дополнительные очаги путём измерения максимального диаметра на улучшенном плане сканирования этого очага. Оценка распространённости включена должна быть в достаточно подробное описание распространённости рака предстательной железы на соседние структуры. Это экстраклярная экстензия, это инвазия в семенные пузырьки, дистамент сфинтеру ретры, стенку прямой кишки, сосудистонервные кучки, шейка мочевого пузыря, что, безусловно, имеет серьёзное значение при планировании уже операционных вмешательств при раке предстательной железы. Привязка этих изменений к конкретному очагу, даже если он занимает несколько секторов, согласно этой карте, которая разбивает предстательную железу на 36 сегментов. Ну и, конечно же, при интерпретации данных учитывается и клиническая информация, которая, в частности, некоторые аспекты этой информации были изложены в будущих докладах. Итак, что касаемо карты предстательной железы, она представлена в виде, если говорить, нюансы рассказывать, то система Pairaz в последний год-два претерпела некоторые изменения, представлена в виде второй версии, и карта отличается первой версией от версии 2. Есть принципиальное отражение лево-право и, соответственно, кодировка этих сегментов, хотя фактически сегменты остались те же самые, только они стали называться по-другому. И более подробное разбитие, раньше было 27 частей, сейчас 6 частей, включая семенные пузырьки. Это позволяет более четко локализовать эти изменения, которые мы визуализируем, и, соответственно, довести до врачей, принимающих решения о определении тактики и конкретного воздействия на этот очаг. Говоря о разнице версии 2.1, 2.2, то, что вы должны, конечно, обращать внимание, читая, ознакомываясь с заключением, на какой системе была основана интерпретация. То есть по РАЦ версии 1 более широкая градация от доброкачественных изменений до крайне подозрительных изменений на рак предстательной железы, в отличие от системы по РАЦ версии 2, где сужена панель разброса от клинически значимого рака, который крайне маловероятен при единице, да, и до 5, где клинически значимый рак крайне высокой вероятности. Соответственно, давайте поподробнее о системе РАЦ-2, где наша уверенность врачей-рентгенологов, которые анализируют магнитризнацию, томография, может быть представлена в различных степени. Это набор конкретных изменений, конкретных симптомов или семиотики, сочетание их на изображениях, вот, Т2-звешенных изображений, вот, начинаем мы анализ, как правило, с этих изображений. Для периферической зоны это своя система градации. Рак предстательной железы визуализируется, если мы перейдём уже непосредственно к картинкам, это нормальная структура предстательной железы, периферическая зона предстательной железы, транзиторные, область транзиторных зон предстательной железы и центральная зона предстательной железы. Мы видим терминальное отделоисименно-носящих протоков, уретро, передняя фибромускулярная строма, капсула предстательной железы. Это всё хорошо визуализируется при магнитризнационной томографии. Наша уверенность в том, что здесь, скорее всего, нет урака предстательной железы, это нормальная структура. Это повышается наше подозрение, когда мы обнаруживаем линейные структуры, которые меняют однородность периферической зоны предстательной железы. Эти структуры могут носить не линейный характер, а в виде таких диффузных очагов изменения структуры периферической зоны. Либо это очаги, которые достаточно чётко визуализируются в различных плоскостях сканирования. Или это очаги, которые меняют не только структуру, но и форму предстательной железы, демонстрируя признаки местного распространения либо в капсулу, либо за капсулу инфильтрации сосудистонерного кучка или центральных областей предстательной железы. Для транзиторной зоны немножко другая градация. Действительно, визуализация рака предстательной железы в центральной области предстательной железы, что чаще связано с транзиторной зоной, она несколько имеет другую визуализационную особенность, и здесь вносит вклад в то, что, как правило, у возрастной категории пациентов мы сталкиваемся с изменениями, характерными для доброкачественной гиперплазии, именно эти изменения вносят коррективу, и мы можем видеть обычную структуру узлов доброкачественной гиперплазии, где чередуются железистые элементы с термальными элементами и фиброзными элементами. Это нормальная структура, характерная для доброкачественной гиперплазии. Здесь вот на периферии мы видим уже вытянутый участок, который сниженной интенсивностью магнетризнации сигнала, однородный, без включения железистых элементов. Это может повысить нашу подозрительность на этот очаг. Этот очаг может занимать достаточно большое протяжение на более длительном участке, снижение интенсивности сигнала будет выше. Этот очаг может демонстрировать отсутствие вот этой структуры, характерной для доброкачественной гиперплазии, но без признаков зональной инвазии. С другой стороны, эти же изменения более протяжённые. Мы видим инфильтрацию периферической зоны пустательной железы, что крайне характерно для рака пустательной железы. Для диффузиона взвешенных изображений это, вкратце информация, это функциональные изменения. Они не следует ожидать от этих изображений. Вот эти изображения, они отражают функцию. Это не морфология, это не Т2-звешенное изображение, где мы достаточно хорошо видим, как строение представлено пустательной железы. А для диффузиона взвешенных изображений главной задачей оценить функциональность вот этого изменения, которое могут наблюдаться при раке пустательной железы. И основано на том, что опухолевые клетки очень близко расположены друг к другу. У них нет нежеледочного пространства, практически оно сокращено. И тепловое перемещение молекул воды, которое мы можем маркировать с помощью магнитно-резнационного сигнала, оно ограниченное. Поэтому все участки снижены диффузией. Участки снижены коэффициентом диффузии. И в этом случае они были подозрительными на изменениях, которые хотят для рака пустательной железы. И в зависимости от того, что диффузионно-взвешенное изображение собирается в виде двух блоков информации, это сырые так называемые данные, которые взвешены по фактору. Вот B-фактор обозначает ту чувствительность, с которой мы измеряем скорость пролета вот этих вот маркированных протонов, которые входят в состав воды. Либо это медленно перемещающиеся протоны, это низкие факторы диффузии, или это быстро перемещающиеся на более длительное расстояние протоны. Это, как правило, отражение наблюдается на высоких факторах диффузии. И врач-регенолог обязан посмотреть изображение с высоким фактором диффузии, которое обрабатывается путем логарифмического обсчета информации и представляется в виде карты измеряемого коэффициента диффузии, где мы можем видеть итоговое уже представление изменения диффузионных характеристик процесса происходящих тканей. Вот мы видим на Т2-звешенных изображениях нечёткое снижение интенсивности магнитного резонанса сигнала и очень выраженное снижение характеристик диффузии при исследовании на диффузионных изображениях. Это небольшие изменения, это нормальные изменения, это небольшое снижение коэффициента диффузии, это умеренное снижение коэффициента диффузии от центральных областей предстательной железы. Это изменения, которые уже более-менее говорят о том, что мы можем подозревать в этой зоне рак предстательной железы, так как мы видим яркий сигнал на высоких факторах. Здесь очень сильно снижены диффузионные процессы, в отличие от контролутеральной стороны предстательной железы. в этой области, и область, которая выходит за пределы, тут не очень хорошо видно, но я помню это изображение, и здесь мы видим изменения, которые распространяются за пределы капсулы предстательной глюзы, это признаки инвазии в окружающую клетчатку. Динамическое контрастное усиление на сегодняшний момент времени, как характеристика восклиризационных процессов изменения восклиризации, она немножко упрощена, в отличие от первой версии, и, может быть, даже это и правильно. Основано на том, что мы должны увидеть асимметрию восклиризационной характеристики тканей, асимметрию и очаговость. И если мы видим очаг, который локализуется не симметрично относительно уретры, располагается в периферической зоне, допустим, или в центральной зоне, но при этом меняет карту восклиризации, неправильно меняет карту восклиризации, то мы говорим о том, что это положительный результат вот этой технологии, и он подтверждает, и если он сопоставим с теми изменениями, которые мы видели до этого на предглазочных изображениях диффузии, то это достаточно весомый аргумент в пользу того, что это, скорее всего, рак предстательной глюзы. Или в обратную ситуацию. Мы видим, мы можем наблюдать обычно, мы наблюдаем от центральной области предстательной железы такое проградентное, не высокой интенсивности, нарастающие накопление контрастного вещества, в отличие от рака предстательной железы, который типично характеризуется очень быстрым накоплением контрастного вещества и ускоренным его умыванием. Но это будет символизировать положительное и отрицательное. Но, к сожалению, автоматически не запустилось, я попрошу наше... Или это визуально может быть оценено. Вот мы видим в этой зоне... Ну, в общем, мы видим, как быстро происходит от накопления контрастного вещества в этой зоне. Это асимметрия явная, с другой стороны нет накопления контрастного вещества. Магнитно-резонанская гороскопия на сегодняшний момент переведена в ранг научно-исследовательских методик и в версии 2, если в первой версии достаточно подробно была изложена вся симптоматика трактовки магнитно-резонанская гороскопия ввиду того, что различные производители не могут договориться, как собирать все-таки эти данные и как их сопоставлять, то на сегодняшний момент времени может быть временным, пока выведена магнитно-резонанская гороскопия из рамка обязательных технологий. Таким образом, мы получаем информацию, итоговую информацию от параметрических, мультипараметрических сканирований. В зависимости от локализации предполагаем транзиторная зона или периферическая зона ЧГЕ. Соответственно, это периферическая зона, этого мы основываем на диффузионно-звешенных изображениях. Центральная область предстоятельной железы, транзиторная зона, чаще всего это основано на информации, которую мы получаем на Т2-звешенных изображения. Это все суммируется и сопоставляется на всех типах взвешенности. Динамическое контрастное усиление может внести только лишь в ограниченном спектре, повысить от 3 до 4 нашу уверенность о том, что здесь есть рак предстоятельной железы. И итоговая суммация мы видим на этой схеме от одного абсолютно, когда мы отрицаем или маловероятное наличие клинически значимого рака до достаточно высокой или крайне высокой степени наличия клинически значимого рака по данному магниторизма с томографией. Так вот выглядит пример нашего заключения. Конкретный пациент, который проходил обследование в нашем институте не так давно, в пределах 1-1,5 месяцев, небольшое увеличение ПСА, пациент 51 года возраста. Мы нашли один очаг в периодической зоне, его маркировали. Соответственно, его описание представлено. Итоговое описание по сумме ПАРАС, ввиду того, что это небольшой очаг, находится это 4. Все-таки, если было бы больше очаг с признаками какого-то местного распространения, то, конечно, он бы перевелся в очаг 5. Но это достаточно высокая вероятность наличия клинически значимого рака. Пациенту проведена была таргетная биопсия, и из 12 вколок в 2 было получено ограничение. Я уже не помню, в процентах от 5 до 15 до 20% столбики было выявлено рак суммы глисона 6. В качестве завершения или такого укрепления моих посылов говорит о том, что нужно смотреть на разные типы фильтров этого изображения, которое мы оцениваем. Это диффузионные взвешенные изображения, это два взвешенные изображения, одинаковое контрастирование, может быть, спектроскопия, которую мы должны сценить в единое представление внутри головы врача-оригенолога, который наиболее адекватно оценит реальную картину. И, конечно же, оценка этой реальной картины заключается в том, что мы должны знать правила, как мы должны интерпретировать эту нормальную картину. Когда мы смотрим на изображение, мы видим, можем видеть вот такие вот узоры или анализируем, что это всё-таки похоже больше на бабочку, а вот такие вот узоры, они похожи на другое, на червячка похожи, так как мне мой сын рассказал, как он видит вот эти вот томограммы головного мозга. Поэтому мы должны также подходить и к пристательной железе и, соответственно, давать нам более адекватную оценку. Спасибо большое.